здравствуйте зрители и подписчики моего канала дмитрий микрофона и сегодня у нас очередное событие игре в тылу врага штурм 2 2 мировая война 1943 год наступательная операция цитадель а началась она 5 июля с наступлением немецких танковых частей на север от курска южное наступление было аж 12 но сейчас мы говорим именно о северном наступлении давайте посмотрим состав вооруженных войск советских вооруженных войск и их укрепление и вооружение а потом уже приступим непосредственно к бою а здесь вы видите обширные оборонительные позиции у советских войск они их долго позади возводили вокруг курска в общем было несколько линий обороны очень хорошо продуманных так давайте посмотрим что же есть тут здесь находится батарея из противотанковых орудий вот здесь раз вот здесь вторая у них очень хорошая видимость третья и четвертая обычно четыре человека один командир наблюдатель видите с биноклем сидит один наводчик один заряжающий и один если не ошибаюсь это вот подскажите мне вот мне всегда было интересно что же 4 делает наверно подает припасы издалека ну не все не все я знаю здесь находится пулемет максима для прикрытия самих противотанковых пушек в этой части как вы видите находится рота солдат советских укреплены у нее усилены они минометами 82-миллиметровыми также легкими 50-миллиметровыми и есть у них птерд расчет птерд вот такие такое довольно таки хорошее вооружение было особенно на ближних дистанциях против против танков где-то птерс господи птерд нет птерд не то что птерс как раз я птерс очень часто клинил довольно таки проблемы были с ним тут находятся на две гаубицы d1 видите они имеют к себе привязан грузовик автотранспорт один тут находится в количестве двух штук батарея состоит здесь находится тоже батарея из d1 гаубиц вот такие они тоже есть много припасов принципе все здесь подвозили все было хорошо есть батарея с противотанковых орудий м-43 вот и здесь находится один взвод один взвод пехоты усиленный также пулеметом максима тысячу тысяча девятьсот восемнадцатого года нет не восемнадцатого какого года 11 вроде вот так все это выглядит солдаты ожидают смотрят а также на передовых позициях находится здесь взвод солдат это три отделения усилены они двумя минометами восьмидесяти двух миллиметровыми есть и легкие минометы но только единичный случай вот например вот здесь есть легкий миномет и также каждое каждое отделение вооружено расчетом пт-рд вот эти к ним усиленно расчетом пт-рд и противотанковым орудием м-40 м-42 45 миллиметровым здесь тоже есть вот это орудие м-42 которым усилен этот вот это отделение 50 миллиметровый миномет и 82 миллиметровый миномет здесь есть тоже пулемет максима довольно таки хороший но тяжелый за счет сейчас вам покажу он был очень тяжелый за счет воды которая здесь заливали это проблема всех таких пулеметов которые используют водное охлаждение водяное охлаждение а так здесь находится еще два расчета зис-3 довольно таки хорошее вооружение довольно таки хорошее оружие орудия 76 миллиметровая пушка которая принципе может поражать среднюю средние танки противника иногда если впритык может даже возможно справиться с тигром но это знаете это довольно таки спорный момент но все же но все же вблизи вблизи если повезет тигр подбить это не каждая пушка может и еще здесь один расчет находится как я говорил довольно таки хорошая у них видимость на все поле боя в резерве находятся танки всегда советский советский союз ну то есть не всегда а во время курской оборонительной операции советский союз использовал танковые то танковые части для для контратаки когда вот например шла так когда на какие-то укрепленные позиции советский союз сразу организовал контратаку здесь находится танковая рота советская все танки т т 34 76 76 миллиметровая пушка хорошая тут ничего не скажешь 42 года танк вот так так он выглядит и давайте все таки приступим к атаке довольно таки интересный факт если вам интересно вот здесь смотрите здесь я вот детально попытался сконструировать оборону на курской дуге вот в принципе количество соотношения орудий войск вооружения вот я думаю на 90 процентов сходится с реальными реальным соотношением взводов там и тому подобное потому что я разбирал дивизию когда я делал вот эту карту два месяца назад сейчас я только балансировал то я реально смотрел на количество солдат в дивизии как они примерно располагались как это все взаимодействовало и чем усилены были взводы и отделения а также здесь реальное соотношение противотанковых орудий их экипажа там и количество их самой батареи еще как раз хотел сказать интересный факт что во время курской операции было в обороне то есть именно на курской дуге в обороне было 25 тысяч орудий вы просто в это вдумайтесь вот как вы видите здесь вот такое количество орудий на на километр вот примерно вот примерно вот так все и было даже не примерно так все и было и потому например очень трудно давались бои немцам из-за того что им приходилось вот таких например 33 оборонительных линии прорывать одна за другой это все тщательно нужно было уничтожать вот эти пушки но все-таки самое худшее для немецких для немецких панцирных частей и в принципе в это нормально это это подлак такой всегда начались самые большие потери для панцирных частей они были во время первых наступлений когда первая линия обороны вступала бой то есть они вступали бой с первой линии обороны и когда уже шло отступление когда шла контратака например уже в конце и уже операция была завершена и в принципе их начали теснить тогда тоже немецкие силы понесли огромные потери но во время открытых боев открытых боев немцы очень хорошо уничтожали танки противника и живую силу прямой наводкой бьют по этому окопу люди пытаются там отстреливаться но практически никого в живых не осталось там получше немножко ситуация на вот этой позиции которая ведет огонь прямой наводкой стреляют пушки здесь пока еще не ведут огонь наверное не могут вот посмотрите на m43 какая у них хорошая видимость а вот и ведут огонь а зисы просто прямой наводкой сбоку едут панцеры 3 но даже видите зис 3 зис 3 зису третьему очень тяжело пробить панцер 3 было пять попаданий несмотря на большой калибр вот кстати летят юнкерсы разнесли они позиции противника но смотрите пушки 45 миллиметровые м42 продолжает вести огонь просто щелкая панцеры один с другим броневик панцер гринадёров ничего не может поделать еще и артиллерия на ведет огонь вот и следующие силы приступают к атаке сбоку был подбит танк это что нет это броневик был подбит ну тут уже более серьезная сила движется это панцер 6 или панцер к фаган зякс тайгер или же тигр сбоку еще какие-то танки двигаются я не вижу это панцер 3 но его уже подбили а это кажись танк подбили а немцы то есть солдаты и танкисты они выбежали а именно танкисты выбежали а я знаю самое трудно это наверно панцир гринадёром двигаться по вот такой везде обстреливаемой территории советские танки уже спускаются сейчас начнется перестрелка танковая выстрел по тигру но а 76 миллиметровые пушки они не могли взять игра вы просто посмотрите какой точный удар артиллерии точечно бьют по этому месту артиллерии если прямо попадает в крышу она уничтожает танк и заводить на тигр это или панца 4 один танк прорвался сейчас будет притык просто вести огонь поразил один танк противника а он не может вести дальше огонь не мне кажется что танкиста убили с этой стороны все танки были уничтожены советские вот как я говорил в борт тигра не пробивается 45 миллиметровым орудием штук тоже была проблема для советских пушек из-за того что лобовая броня штуга была от 80 до 100 миллиметров а там были еще места где она была очень наклоненная там вы представляете насколько доходило до скольки доходила броня самого штуга вот сейчас придется зизом работать там они наверное уже истощились наверно менялись друг с другом все пытаются через вот эту часть пройти иногда бывает что резут прям а через пол у меня было такое что штук был выведен из строя с помощью патарда с борта в двигатель ему попала пуля бронебойная а вот кстати и двигается тут есть патарда в этом доме но а я усилю уже положили он уже не будет вести огонь единственный кто может у них уничтожить штук это зиз забрасывают коктейльными молотова штук 45 миллиметровая пушка м42 ведет огонь в борт мне кажется пробивает все нет смотрите довольно таки интересно здесь 3 здесь 3 додел свою работу отвлекаются слишком они на пехоту а танки немецкие а вот пушки советские отвлекаются слишком на дальние танки которые находятся очень далеко так они почти не смотрят а вот и выстрел еще кто-то бросил гранаты все вывели из строя ну пытается бить сквозь но но это ничего не решает панцира стоят под углом в принципе четвертым панциром их можно сказать ну можно сказать что они потеряны но если все таки будет еще одна контратака такая массированная которая сметет вот эти позиции то панциры будут отхвачены у советских солдат советские солдаты не будут буксировать вот эту технику это сто процентов они бы это не делали а давайте посмотрим что же было потеряно советские войска потеряли все танки но это было очевидно если бы они обошли с этой и с этой стороны вот как примерно вот эти фронта эти фаллы по флангу они принципе так и делали они очень много танков и уничтожили за счет этого видите вот эти цели хотели их подбить я не могу ниже опустить извиняйте так карта сделана вот например вы здесь видите огромное количество уничтоженных людей немцы расстреляны в принципе если смотреть то советские солдаты потеряли меньше людей но соотношение потерь примерно 60 на 40 вот так а танковых потеряну конечно довольно таки они намного больше еще по панциру третьему ведется огонь тут единичные образцы броневики едут прямой наводкой бьют по окопу я не знаю даже они они кого-то уничтожили или нет один танк ничего себе один танк был уничтожен с помощью с помощью зондер крафт партсу иго сейчас его не могут вывести из строя ну его вывели из строя двигатель именно но пока огонь продолжается а уже нет все на вылет давайте еще раз посмотрим обязательно на вот это сражение нравится мне танковые битвы хотя тут был такой более-менее расстрел многим многим кажется что это ну типа бессмысленно вот эта атака что здесь что в принципе немецкие войска проиграли но нет то что осталось от обороны противника его можно еще одним танковым ударом просто снести да и не забывайте налеты налеты не прекращались они были они каждый день совершали вот например на штуках вылетали по 6 раз представляете какая-то нагрузка на пилота в принципе на советском на восточном фронте немецких истребителей было в разы меньше в разы меньше чем на западном фронте и в принципе вылетать то есть соотношение советских самолетов и немецких было тоже в разы в разы отличалось в количественном плане и немецкие немецкие войска немецкие эскадрильи должны были делать огромное количество вылетов на день тот же ганс улельх рудер если не ошибаюсь он иногда делал и по 12 вылетов это ну даже иногда не спал а потому что фронт был очень очень длинный а сколько там было истребителей на весь фронт на эти все сколько там километров две тысячи километров или три тысячи километров фронта девятьсот истребителей и сколько там две три тысячи бомбардировщиков и штурмовиков вот это все что слышат это все что слышат советские солдаты им остается только наверное ждать то есть присесть и ждать я не знаю как что чувствует конечно противотан противотанкисты заряжай бронебойными блин я бы честно вот извините за слово я бы обосрался опять этот подлаг но это стандартно я не знаю из-за чего это панцир 3 подбит но он да находится под хорошим углом в принципе рикошеты будут идти некоторое время звуки очень хорошие с панцира в четвертых вот так взрывы вот так вот так бесконечно просто и огромное количество я понимаю вот как находиться в броневике таком уже во время вот этих всех обстрелов конечно если попадут три метра тебя например там осколочно фугался снарядом там еще знаете не страшно а если вот если попадет 152 миллиметровая пушка вот это уже стоит там побеспокоиться огромная скоростремность у м42 немецкие танки замешательства сейчас уже зисы начнут вести огонь они пока не видят вражеские танки наверное потому что еще допустим что приказ не поступил так штуки юнкерцы ну все равно половину человека было убито но половину защитила вот эта часть орудия а нет смотрите выжили он такой встал где моя пушка а солдаты продолжают стрельбу так а с этой стороны мы я вода я даже не посмотрел тут тоже двигались панциры сейчас кстати танкисты взорвался он такой ну его нафиг не буду я ремонтировать взял такой лучше с этой стороны отремонтируем танк тоже если посмотреть вроде много танков двигалась а вроде вроде немного подбито а вот и двигаются советские танки вперед за дедов или за кого они там за отцов или за детей вот просто один за другим тигры уничтожают танки противника просто видите стоит и огонь ведет просто точность идеальная но довольно близко уже приблизились т-34 в такой близости они могут в принципе работать по тиграм в борт с этой стороны тоже двигаются двигаются т-34 но сейчас они на очень видной позиции им нужно как можно ниже спуститься чтобы из-за холма вести огонь чтоб не может отвернуться развернуться и вести огонь по т-34 т-34 а вот сейчас т-34 выйдут а уже не выйдут опять штуки сделали налет теперь уничтожили уже одну батарею D1 не батарею одну габицу одно орудие много осталось панциров 3 4 которые еще продолжают движение но здесь и удачно с ними справляются танки находятся в опасности немецкие им нужно как можно быстрее уйти с этого поля и двигаться прям на оборонительные позиции противника вот например как штук сейчас обходит и нужно ему вот так таки наверх хотя штук довольно таки проблемная машина издалека это было прекрасное самоходное орудие или противотанковое орудие довольно таки хорошее идеальное просто если считать броню точность пушку и тому подобное а вблизи это было неподвижное трудно самосебязащищающие от пехоты машины ну или танк а или самоходка хотя штуки были самыми самыми такими распространенными и она очень высоко оценивалась в рядах пехоты именно штук 3 был и штук 4 потом вот эти самоходные орудия их невероятно оценили немецкие войска кстати вот это вот эта пушка еще не уничтожена танкисты стоят пытаются пробить ему трак но как-то и не удается бесчистует на поле боя тигры и главное вот эти пушки они ничего не могут сделать и не ему в корму стреляют и не могут пробить 45 миллиметровки если они уничтожат в принципе трак вот здесь танк считается уже почти неопаренный ну не операционно способным ну второй есть еще танк который будет вести огонь двигаться вперед тоже нужно смотреть потому что там в окопах стоят советские солдаты господи что с полем боя случилось солдаты какие-то немецкие еще остались их легкими орудиями просто по уничтожали ну там еще кто-то ведет огонь кто-то перестреливается но тут уже ничего не сделаешь а вот и тигр двигается я не знаю сможет ли он подняться или застрянет вот этот тигр тоже все расстреливают и спину не могут уничтожить пейерверк прям еще сильнее прям на врага будет давить и главное гаубицы им наверное придется стрелять прямой наводкой кажись чтобы хотя бы как-то уничтожить вот этот тигр ну в принципе 80 миллиметров брони у него бортовых кажись в принципе гаубица я даже не знаю противотанковые гранаты еще хотя бы что-то смогут сделать ну видите что что есть у стрелков из расчета укороченный карабин и все прямой наводкой бьет по противотанковым орудиям главное ему чтобы трассу не сбили он не попадает один солдат просто один солдат продолжал еще стрелять а переехал просто пушку ничего себе вот это орудие еще по кому-то стреляет а это по тигру а бросают с горющей смесью граната ой 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 бомбануло у него двигатель тоже подгорелся пошли выходим вот так пехота борется с танками хотя сам боекомплект трудно чтобы загорелся там все люки закрыты у танка но двигатель двигатель очень легко воспринимается это была проблема например в советско-финской войне где просто подходили финны и бросали в радиатор коктейль коктейль для молотова ну или молотова тактины назвали ну посмотри просто все уничтожено трава сгоревшая это все была трава это все было в траве оторванные башни ближние бои танков ну что ж ребята надеюсь вам понравилось всем спасибо за просмотр с вами был Дмитрий ждите следующих серий всем пока пока